Ребят, всем привет! Меня зовут Сергей Евремов, я киоинженер, тестировщик, живу и работаю в Калифорнии, а также преподаю в нашем курсе кио-менал, киоавтомейшн инженер. Кому интересно, ссылка в описании. И в этом выпуске мы с вами поговорим о иммиграции, а конкретно мы сегодня поговорим о SSN. SSN является основным документом в Америке, и знать, что такое SSN, где его брать, как на него оплавиться, как его получать, какие бенефиты получать. Это одно из самых необходимых вещей вообще, которые вам нужно знать при иммиграции в Америку. И второе, как я и обещал, мы будем не только смотреть, да, вы не только будете меня слушать, но мы с вами вместе будем работать на ресурсах, на веб-сайтах, я буду показывать, где находить ресурсы, как в них разбираться, как оплавиться, как вот эти все дела проходят, чтобы вы знали самостоятельно, как это нужно делать. И были в курсе вот всего этого процесса, который связан в том числе с SSN и с другими вещами, которые вам необходимо знать, уметь и делать, когда вы иммигрируете в Америку. Окей? Поехали. Мы с вами на сайте Social Security. Этот сайт называется ssa.gov. Обратите внимание вот на эту ссылку, я ее помещу в описании видео, вы ее там увидите. И если вы, когда заходите на этот сайт, вы видите, вот здесь какой-то другой адрес, там написано Social Security, значит, возможно, это подделка. Пожалуйста, уйдите с этого сайта и пользуйтесь только нормально. Второе, на что стоит обратить внимание, вот этот значок, видите? Если вы на него нажимаете, написано Connection is Secure, значит, у вас защищенное соединение. То есть те данные, которые вы будете передавать на этом сайте, оплавятся ваши там личные данные, они будут защищены шифрованием и, соответственно, их никто не украдет. Если здесь значка нет, здесь, например, находится какой-то восклицательный знак и написано, когда вы на него нажимаете, что Connection не Secure, Non Secure или Unsecure, пожалуйста, тоже не пользуйтесь этим сайтом. То есть ваши данные могут куда-то уйти и утечь. Поэтому вот это очень опасно. Обращайте на это внимание. Теперь я хочу вам показать один маленький еще вот такой лайфхак. Если у вас хороший уровень английского, вы можете этот сайт читать на английском. Все материалы тут довольно доступны, все рассказывается. Если уровень английского не позволяет, то многие материалы есть на вашем родном языке. Надо просто вот сюда в Languages зайти и выбрать тот язык, который вам подходит. И если выбираете, например, русский язык, вы переходите на все, что связано с русским языком. И из огромной массы информации вам на самом деле нужно тут немного. Вам нужно выбрать информацию, касающуюся, как вам апплайться на Social Security Card, как она получается и что с ней потом делать. От себя скажу, что Social Security Card является одним из основных документов США. Это удостоверение вашей личности, но не такое, как водительские права или паспорт. Это удостоверение личности, скажем так, идентифицирует вас для государства. То есть у вас есть уникальный номер, по которому вам начисляется пенсия, вам выплачиваются какие-то пособия, вам идут какие-то отчисления. То есть это вот вещи, которые очень-очень важны. Плюс Social Security Card нужен и Social Security Number нужен для того, чтобы вы открыли счет в банке, для того, чтобы ваш кредит с кортом посмотреть. То есть Social Security Number, Social Security Card и Social Security Number, соответственно, на этой карточке, это очень-очень важная информация. И она такая, скажем так, довольно секретная. Вы ее никогда никому не рассказываете. То есть если у вас кто-то просит рассказать свой Social Security Number, никогда ему не говорите. Ни одному человеку, за исключением тех, ну, там, государственных случаев, где вы где-то оплатите, какие-то бенефиты, понятно, там вы будете об этом говорить. Но если кто-то вам звонит по телефону и скажет вам, назовите мне Social Security Number, скажите, I'm sorry, I'm not comfortable to provide my Social Security Number. Если вам скажут, ну, хорошо, назови мне хотя бы последние четыре цифры, все равно, ребят, даже одну цифру никогда никому не давайте, ни по телефону, ни в ответ на e-mail какой-то не отправляйте. Потому что если, например, ваш Social Security Number кто-то похитит, на вас могут открыть какие-то кредитные карты, могут просто кредит взять, могут открыть банковский аккаунт, могут какие-то там, не знаю, компании открыть на вас, оформить. А потом вы будете доказывать, что это все не ваше, да, и, возможно, выплачивать чьи-то кредиты. Поэтому никогда в жизни никому не говорите свой Social Security Number за пределами тех организаций, где вы, ну, должны его предоставлять. Это очень важно. Теперь давайте поговорим о том, где брать Social Security Number и какие для этого нужны документы. Во-первых, я вам советую вообще пройтись по этому сайту и почитать потихоньку, там много документов, но потихоньку почитать вот то, что относится к этим документам, Social Security, и на что это направлено. Вот здесь очень хорошо рассказано, социальные пособия, коротко и доступно. Здесь рассказывается о том, что такое, вот видите, на русском языке, что такое Social Security, для чего это нужно и вот как он работает. Почитайте обязательно, очень хорошая вещь. Во-вторых, ребят, вот здесь есть документ, он называется «Ваш номер, карточка социального обеспечения». Вы его открываете, когда тут рассказывается, как получить номер SSN. И вот этот документ, это PDF-документ, он интерактивный. То есть если вы когда кликаете, да, вы перейдете на соответствующий раздел. Соответственно, Social Security выдается как работникам, которые приезжают по какой-то рабочей визе, да, так и людям, которые эмигрируют в США, и тем и другим. Просто немножко отличается по процессу. Если у вас нет гражданства, вот, то вы, пожалуйста, почитайте вот эту публикацию. Опять-таки, как я сказал, это интерактивный документ. Нажимайте сюда, и вот открывается новый документ для non-citizens. Второе, если вы хотите получить карточку SSN, как это сделать? Вам нужно заполнить вот это приложение. Вот здесь есть Application for a Social Security Card, форма SS5. Вот эта форма, ребят, SS5. Вы ее должны заполнить и отослать в Social Security Administration. Либо вы должны ее отправить, как бы, ну, либо по почте отправить, либо онлайн, либо принести в офис, если вы здесь уже в Америке. Но я знаю, что вы можете это сделать еще до приезда в Америку. То есть, когда вы оформляете еще вот документы по приезду в Америку, вы можете из своей собственной страны, где вы находитесь, отправить эту форму вместе с другими документами. Я сейчас покажу, где это взять и как это сделать. Кстати, для того, чтобы, ребят, оплавиться на Social Security Card, вам предоставить нужно подлинники документов. И вы их можете и в подсольстве предоставить, и в Social Security Administration. Видите, фотокопии документов и копии, заверенные нотариусом, не принимаются. Это должны быть подлинники. То есть, вам нужно граждан США или иммиграционный статус, разрешение. Ну, это виза, которая у вас есть, либо Green Card. Дальше подтвердить возраст и личность. Как это делается, я не буду перечитывать то, что здесь находится. Пожалуйста, откройте этот документ. Я выложу ссылку в описании к этому видео. Почитайте внимательно, какие формы, подтверждающие, например, личность, возраст. Это все-все-все здесь есть. Просто вам нужно внимательно почитать и посмотреть. Еще, смотрите, многие хотят, скажем так, заработать на том, что даются Social Security карточки. Это все бесплатно. Смотрите, служба социального обеспечения не взимает платы за услуги. И они даже пишут, опытка взимания с вас платы. Можно сообщать по этому номеру телефона. И потом будут наказывать этих людей. Карточки бывают, ребят, трех видов. Трех видов. И какие эти карточки, пожалуйста, вы почитайте здесь. На что они распространяют свои действия и как они работают. Если вам нужен ССН для ребенка, это также рассматривается здесь. Если у вас меняется имя или фамилия, также вы можете почитать, что нужно будет сделать здесь. Если у вас меняется иммиграционный статус и вы получаете гражданство, также почитайте, что нужно сделать. И опять-таки нужно очень внимательно смотреть, что у вас происходит в Social Security. То есть если какие-то неверные данные, то вовремя все нужно исправлять. Если вы потеряли или карточку украли, ребят, обязательно почитайте, что нужно сделать в этом разделе. И еще раз скажу, ребят, Social Security карта является очень важным документом. Очень-очень важным документом. Поэтому что можно сделать для защиты Social Security, как минимум никому не говорить. Но есть специальные сервисы, которые отслеживают использование вашего Social Security. Самый распространенный сервис – это вот Коско. Есть такой магазин Коско. Я в описании этого видео выложу веб-сайт. Вы увидите, что это. Ну, в принципе, давайте я сейчас даже покажу. Коско.ком. Вот Коско, ребят. И у них очень много сервисов. И если посмотреть на сервисы вот сюда, то здесь есть вот, смотрите, Identity Protection. И Identity Protection, он защищает ваши персональные данные, в том числе и Social Security. То есть подписавшись на этот сервис, а он стоит довольно недорого. Видите, в месяц там 8.99 или 13.99, в зависимости от какой у вас мембершип. И он идентифицирует, он мониторит, что происходит с вашим SSN. То есть кто-то где-то, если вообще в мире, да, использует ваш SSN, вот этот сервис вам моментально это покажет. То есть самостоятельно так нереально самому мониторить. А вот этот сервис показывает. Это очень-очень хороший сервис. Я вам советую на него подписаться. Вы будете очень защищены. Обратите мое внимание. И ссылку, вот эту ссылку в описании я также выложу. И еще, если у вас возникли какие-то вопросы по SSN, либо переходите на этот веб-сайт, либо позвоните вот по этим номерам телефона. А также вам могут предоставить услуги переводчика. Если вам нужен переводчик, SSN, Social Security Administration, они бесплатно предоставят вам переводчика на любой язык. Что нужно делать? Просто позвонить и оставаться на линии. До тех пор, пока вы не услышите знакомый голос, так скажем. И потом можно воспользоваться переводчиком. Если вы вообще не знаете английского, это не беда. Можно с любого языка переводить. И вот эту ссылку, этот флайер я тоже выложу в описании этого видео. Ребят, также я выложу вам в описании этого видео вот этот документ. Он на русском языке и он очень важный. Тут все описывается, вообще весь процесс получения SSN на русском языке и пошагово. Вот все-все-все, что вам нужно знать. Я не буду вам пересказывать, тут все абсолютно нормально написано, нормальным языком. Смотря какие у вас эмиграционные намерения, или вы просто по визе приезжаете, вот-вот все тут написано. Кто, что, куда, что подается. И даже вот видите, даже форма есть. Тут все показано на примере, где что заполняется. Еще раз скажу, ссылка на этот документ будет в описании видео. И ссылка называется SS5intRU, на русском языке, заявление на получение карточки социального обеспечения. Также в описании к этому видео я выложу инструкцию по заполнению этой формы. Вот она, эта инструкция. И тут тоже очень много написано, но довольно все хорошим языком. Всего лишь два листика, можно почитать. И все-все-все тут написано, что нужно вам знать и как оплавиться на SSN. Как я и говорил, ребята, вы можете оплавиться на social security карты своей страны. То есть, когда вы оплавитесь на визу, когда у вас проходят иммиграционные собеседования в посольствах, вы можете там же оплавиться на SSN. Просто спросите офицера, как это делается иммиграционного, и вот кто-то у вас будет собеседование проводить, вам помогут. И если вы оплавитесь сразу на SSN, вы должны получить social security card в течение трех недель, после того, как вы приедете в США, на тот же mailing address, на который вы указали в документах. И вам должно прийти туда и green card, это называется permanent resident card, green card, и также ваш SSN card. Теперь давайте посмотрим, что же делать, а если она не пришла. Вот, этот адрес тоже выложу в описании, это такие наиболее часто встречающиеся вопросы. Что сделать, если SSN вам не пришел, эта карточка не пришла в течение трех недель? Вам нужно сообщить об этом в social security administration, вот по этому номеру. Потому что это очень важный документ, главное, чтобы его не украли и никто им не воспользовался. Еще раз, платить за это не нужно. Видите, никакого FI за это не взымается. Если вы обращаетесь за SSN, это все бесплатно. SSN никому не передает вашу информацию. Если кто-то вам звонит, еще раз скажу, и спрашивает, вот, подтвердите такую-то информацию, скажите мне свой SSN, никому никогда не говорите. Вот тот вопрос. Если человек не оплавился на SSN, да, во время эмиграционного процесса визы, как он может получить SSN card? Да, так тоже можно сделать. У вас должен быть тогда адрес, да, куда вам могут отправить карточку. В Америке это все по почте. То есть вам и SSN, и green card, и даже американский паспорт приходят по почте, представляете? Просто по почте в ваш почтовый ящик. И вы также оплавиться можете в офисе, и вам просто нужно вот здесь посмотреть, да, где оплавиться. Вы нажимаете вот сюда, на эту ссылку, и тут будет линк, где можно найти ваш офис, в который вам можно пойти и оплавиться на social security card. Кстати, вот это еще один хороший ресурс, у которого вы можете найти много онлайн-сервисов, либо не онлайн. Отсюда уже вы можете зарегистрироваться в ваш аккаунт, где проверять процесс вашего аппликейшена и отслеживать, что происходит с вашей social security card. Дальше тут же говорится, если вы оплавитесь на social security card в каком-то офисе, field office называется, ну, то есть обычный офис social security, какие документы необходимо принести? Смотрите, вот тут описано, виза вам нужна, потом permanent resident card, это форма вот i551, это green card, и сертификат о рождении. Это все должно быть оригиналом. И дальше вы должны после аппликейшена, вы должны получить карту в течение двух недель. Да, по почте это все получается. Написано, если мы поменяли адрес, если вы поменяли адрес, и ваш сменился адрес после того, как вы прибыли в страну, но до того, как вы получили social security card, нужно позвонить в ССН и сказать ваш новый адрес, потому что вам на старый адрес пришлют. Но, если вы уже прибыли в страну, да, и уже получили social security card, и вы потом поменяли адрес, тогда в social security ничего сообщать не нужно. То есть, ну, поменяли и поменяли адрес, ничего страшного, это как бы главное, чтобы вы уже получили свой social security card. И храните, пожалуйста, свой social security card в защищенном месте, где-то вот в сейфе или где-то вот, где будет защищена она. Эта карточка просто бумажная. Кстати, ламинировать ее нельзя, обращающему внимания. Положите в какой-нибудь такой пакетик, зиппер называется, да, закрывающийся такой, водонепроницаемый. Ни в коем случае не ламинируйте, это нельзя делать. Положите в пакетик, закройте, чтобы она была в безопасном месте, лежала вот и вместе с вашими основными документами, которые у вас уже есть. Окей, ребят, сегодня мы познакомились с social security card. Я вам рассказал вкратце процесс аппликейшн, на что можно аппликаться онлайн, можно аппликаться в field office, и также вы можете аппликаться на social security card еще до прибытия в страну, когда у вас идет еще миграционный процесс. По прибытию в страну вам должны карточку прислать в течение трех недель. Если карточку не прислали на тот адрес, который вы указали в документах, на который присылаться будет и green card, и social security card, вам необходимо сообщить в social security office и сказать, что вы не получили эту карту. Если вы не говорите по-английски, вам предоставят услуги переводчика. В описании к этому видео вы увидите номер телефона, по которому можно позвонить, а также вы увидите ссылку, по которой можно увидеть вот этот номер телефона. Позвоните, пожалуйста, дождитесь знакомый вам язык, и следуйте дальше инструкция. Все очень-очень легко, все сделано, все для людей, все по-человечески. Все, в принципе, все, что вам нужно о social security знать, карте я вам рассказал. Еще расскажу, это один из основных документов, который нужно иметь по прибытию в страну. В следующих видео мы поговорим еще о driver license, еще о других документах, ну вот о самом основном документе я вам уже сегодня рассказал. Все, ребят, до следующей недели, и следите за новостями на нашем канале, мы будем выкладывать много информации по миграции, по работе в США, по жизни в США. Живите, работайте в свое удовольствие, хорошо зарабатывайте и развивайтесь. Давайте, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok